На Земле существуют разнообразные виды, концепции жизни на разных срезах её существования. Допустим, известно же, что существует, к примеру, электромагнитное поле. И электромагнитное поле имеет разную частоту. То есть там также есть разные формы. Вот фактически наша органическая жизнь — это колебание воды. Это смесь воды и Земли, получившая энергию Солнца. То, что идёт подпитка воздухом и всё такое, это уже дополнение. По сути дела, за основу взята вода и Земля. Элементы прочности, минералы, те же самые микроэлементы, за которыми люди сейчас гоняются и покупают их в виде витаминов, всё это так или иначе из земли, из грунта. В основном это вода. А есть, допустим, жирность в колебаниях электромагнитных излучений. И фактически целая цивилизация, описанная в Ведах, которые живут в полярном сиянии. Полярное сияние — это такая интересная штука, которая является тоже неким связующим звеном между нашим срезом материальности и их срезом. И через это звено можно с ними общаться. Само полярное сияние как излучение — это связующее? Получается, это преломление солнечного света и дальнейшая его некая трансформация. Само это пространство, в котором это происходит, оно является смежным между нашей и их. Оно одинаково существует и в нашем, и в их мире. И получается, через него можно устанавливать... Вот как поверхность воды. Поверхность воды, она общая для мира суши и для подводного мира. И с мира суши можно смотреть, допустим, на поверхность воды и думать, а как там под водой. И с подводой можно тоже на сушу смотреть и думать, а как там на суши. Вот так и полярное сияние — это тоже такой некий барьер. Ну это просто полярное. Вот с офисом мы не сможем к ним добраться. А через полярное сияние можем добраться. Просто тоже там нужно сделать некоторые модификации, поставить кристаллы, солнечную энергию так перестроить, чтобы она сильнее открыла проход и вперёд, и свезь. Или их сюда вытащить и поговорить. Они, кстати, тоже антропоморфы, те, кто там живут. И в принципе даже звери у них похожи на зверей нашего. Так вот, в принципе, так с древности изначально на Земле было установлено, что есть ряд тонкоматериальных существ. На инкарнацию туда могут набираться с привидений, могут набираться с разных тех, кому вот уже понравилась такая версия жизни, когда они и не воплощены, и всё же существуют именно в срезе данной материальности. Мы сейчас не берём, допустим, за параллельные версии жизни, такие как мавки, поскольку у них полностью свой мир. Например, в их мире вот здесь может быть аналог моря, и они даже не знают, что мы здесь есть. Но деревья для них являются также таким связующим звеном. Через центральную искру дерева можно вести двойную связь. Человек через дерево к мавке, или мавка через дерево к человеку. А есть те существа, которые вот именно на нашем срезе материальности, которые были одомашнены в древности и были научены служить. Служить людям, служить богам, служить другим. По сути дела, у черта бога была как целая цивилизация. Он заселил ей много планет. Он хотел с эстон богом поконкурировать, поскольку пока от зарей только собирались оплодотворять планеты. То черта бог со своими ближайшими помощниками, он уже это успевал сделать. И по сути дела, черта бог расселил чертей практически по всей вселенной, на всех планетах. И сначала он из них создал достаточно мощную цивилизацию. Однако со временем они одичали. Они перестали слушаться своего начальства. Они стали уже друг с другом воевать. Потом там возникла народность пайшетов, которые это и не черти, и не люди, и не туда, и не сюда, ну что-то такое. У них тоже была своя центральная искра, и свои тела, и услуги физики? Ну да, я против такого постановления вопроса. А что значит у них было? Вот строение черта. Берем строение животного. Берем строение человека. Принцы, если оно самосознательное, значит есть центральная искра в любом случае. По сути дела, даже у кольца есть центральная искра. Даже у стола есть центральная искра. У любого, если не будет центральной искры, не будет предмета. Не, как у стола может быть центральная искра? Он же собран из спящих искр. Правильно, он собран из спящих искр. Ну вот, его собрали, и какая-то из искр, которая в нем присутствует, она могла быть даже не из дерева, а из клея, допустим, или из какого-то другого набора. Возможно, кузнец или слесарь, который выпиливал шуруп, он мог так качественно вложить туда энергию, что какой-то искре передался его заряд. И поэтому на фоне всех остальных искр стола, образно говоря, я не знаю, какая именно в этом столе главная искра. Ну, образно говоря, представим, вот слез это, пилил, и он думал, вот как я хорошо сделаю, вот как там люди будут пользоваться. И его эта энергия передалась одной из искр стола. Нет, вернее, одной из искр шурупа. И когда этот шуруп был закручен в стол, допустим, все остальные искры оказались по отношению к этой искре на нижнем уровне. И вот, несмотря на то, что эта искра всё равно спит, но она является главной из спящих искр этого стола. Естественно, переданная ей осознанность цели присутствия в этом столе. Да, может быть, другой вариант, допустим. Вот центральная искра дерева жила именно в какой-то части дерева. И ей там нравилось жить, она была привязана к этой части дерева. Снова дерево попилили, доски сделали. А искра, это как люди остаются возле своих мёртвых тел. Вот так и эта искра осталась фактически в своём трупе. И со временем труп стал столом. Естественно, она подчинила себе искр клея, искр пластмассы. Всё взаимосвязано получилось. Ничего просто так не бывает. Как? Просто так? Ну да. Не, ну что вот это вообще такое просто так? То есть, если хоть будет хоть один атом дестабилизирован во Вселенной в нарушении её изначального плана, она вся рассыпется. По гравитации даже той же самой. Там есть определённый диапазон, в рамках которого Луна может быть. Если Луна уходит дальше, Луна вообще отрывается от Земли и вообще уходит дальше. Потому что у Юпитера или у Солнца, в зависимости от того, в какую сторону она оторвётся, гравитация-то посильнее, чем у Земли. И гравитация Земли, то есть, вот это искривление среза пространства, в котором вставлена Земля. Ну, как я приводил пример с надувным матрасом. Понятна эта идея? Понятно. Вот шарик такой. Условно представим гирю. Представим металлическую гирю, вставленную в надувную матрасу. Она продавила чуть-чуть его поверхность. И вокруг, представим, меньшая гиря крутится постоянно. Она, естественно, продавила также вот эту некую свою орбиту, но не настолько глубоко, как большая гиря. И получается, пока она вот по своей орбите вот этой движется, она может вечно двигаться. Поскольку она по своей вот этой орбите там тоже продавлена, и дальше она не может пойти. Ей гравитация мешает своеобразно. Однако, если она слишком близко приблизится, то как бы она ни крутилась, она скрутится вниз в конце. И дальше, если она отдалится от вот этого искривления под большой гирей, она тоже будет уже крутиться, но она уйдет дальше. А тут есть более глобальное искривление, в котором и находится, допустим, Земля. Это искривление Солнца гравитационное. И Луна полетит туда. Или если по другую сторону, то хоть все это тоже находится в гравитационном искривлении Солнца, но есть тут также мощное искривление, искривление Юпитера. И Луна может полететь туда. У Юпитера уже есть куча спутников, которые к нему причалило от разрушенных планет нашей Солнечной системы. Понял, а тут просто вас от мистических существ, на том, что... Ну, вообще, я назвал те видеозаписи «мистические существа» именно в дань нынешним дебилам. Поскольку само вот это понятие «мистические», для меня этого понятия не существует. Мистические – это те люди, которые не хотят разбираться. Они такие, о, мистика, тайна, что-то такое, что-то всякое. Но вот если взять машину и показать её бушмену, он тоже решит, что это или какое-то мистическое животное, или заколдованное какая-то штука. Для него это будет мистическое. Но автомеханик эту машину может разобрать и понять, что ничего мистического там нет. Так и человеческое тело тоже, как бы, разные эзотерики, они там думают, как там это всё. А хирург тоже может разобрать, потом собрать, и тоже понять, что с биологической точки зрения ничего особо мистического там нет. Просто уже с ряда других срезов то, что он соберёт, может оказаться нежизнеспособным. И потом оно рассыпется, и хирург не сможет объяснить, как бы он собрал, органы запустил, и почему оно тогда нежизнеспособно. Вроде должно быть. Как их будет правильнее обозначено? Разного рода неизвестные нынешние официальные науки разного материального происхождения и разной материальной консистенции существ, которые живут на нашей планете параллельно с нами. Потому что, допустим, пайшеты, они в принципе существуют в нашей обычной реальности, они могут сношаться с людьми, могут быть гибриды разнообразные, человека пайшетячие всякие. В принципе, даже некоторые народы чертей могут также вступать в половые связи с людьми, и также возникают гибриды. Там очень сильная повышенная волосатость начинается. Там начинаются, допустим, разные версии вырастания рук или чего-то такого. Встраивается человеческое тело, его энергоструктура как-то, или как, я не понимаю. Там присутствует и человек, и это существо, которое захотелось с ним. Смотри, нет. Я говорю, что есть некоторые народы чертей, которые имеют материальную сопоставимость с человеческим. И люди их просто не видят в меру ограниченности именно культурной, именно воспитательной. Чела, они человеческие, правильно? Человеческие. У некоторых народов чертей, не у всех, есть такие аморфные, что их можно в колбу засунуть, или в банку от йода и носить себе, и в случае, кого надо, открыть и сказать «иди». И он пойдет, залезет в человеческое тело, поломает чакры, попортит органы и так дальше. Именно в виде такой дымки нет. Я же вначале сказал, что, допустим, чертобог, он хотел заселить все планеты своими детьми. Он хотел показать Истанбогу, что он такой мощный, что как бы и Чернобог мощный, его отец. И он сам оправит, а что-то такое вообще ненужное, и не будут орэвачи, будут черти жить. Но он настолько их много натворил, что они потеряли единое начало и начали деградировать. Дальше на каждой из планет они деградировали по-своему. Почему биография? Потеря цивилизованности, потеря фактически разумности. Нынешние черти, они в принципе на уровне каких-то примитивных островитян. Фактически, если мы представим... Неразумные получаются? Ну как неразумные? Вот на уровне именно самых примитивных из островитян. У них есть ограниченный запас слов. И если с ними наладить контакт, их можно научить. Вот этого мучай, вот этого защищай. Можно там им объяснить, что если от них отнимать их на потомство, то это для того, чтобы потомству было хорошо. Там это потомство будут кормить, растить и так дальше. Но поговорить с ними, допустим, о той же гравитации, поговорить с ними об архитектуре, поговорить с ними о программах, поговорить с ними о подсознании, сознании, сверхсознании, психоанализе, ни о чем этом невозможно. Оно максимум как кот или собака, или как неразумный человек будет смотреть и типа... Ну в результате осознанный ответ не даст. Ну вот что ему нравится, что ему не нравится, когда ему больно, когда не больно, всё оно это может сказать, ну не как животное, просто возгласом, а чуть более уже осознанным способом. Но всё-таки не вот таким, как мы общаемся. Так же с образным мышлением у них совсем плохо. Если попытаться их что-то, типа представь вот это, представь вот так, они-то ничего не понимают. Ну и в принципе что, они гаражодов не имеют никаких, они не имеют ничего такого. Своей цивилизации у них нет практически. Ряд богов, ряд демонов, ряд князей, ну фактически кому не было линии, у кого хватало мозгов. Они взяли чертей первичных, деградировавших, начали их селекционировать и начали использовать своих целей. Естественно, таким путём, во-первых, на разных планетах были разные, и когда осуществлялись межпланетные связи, нужно было менять. Плюс ещё их селекционировали, выводя под каждого бога, или под каждого князя, или под каждого демона. Ну кто как бы их селекционировал, или по заказу кого их селекционировали, выводили разные их функции. Кто-то выводил более, естественно, грубо материальные, чтобы они там мешки таскали, а кто-то выводил более тонкоматериальные, чтобы использовать их для проникновения через грубо материальные препятствия. Плюс тоже, некоторым было плевать на их цивилизованность, некоторые пытались их всё-таки держать более-менее цивилизованно. То есть это были для материального мира определённые существа, в которых находилось это вот существо, да? И нашими князьями использовалось для каких-то работ, или что-то... Использовались, да. То есть проявлено в оборудовальном мире. Я подумал, что это вот средств материальности, который живёт параллельностью. Фактически это сейчас отучили людей их видеть. Отучили с детства, отучили эгрегориально. С помощью средств массовой информации устанавливается некое общепринятое, в лобках общепринятое, никем общее не принятое, никем не обсуждённое, оно общенавязанное, скажем так. И бессознательное, общепринятое, некая стереотипность здесь. Поскольку все люди, или большая часть этому подвержена, в эгрегор человечества, или в эгрегор народа, если мы говорим не о всём человечестве, а о неком народе, посылается команда, что для данной общности людей данная поведенческая характеристика является нормальной. И вот так навязываются вкусы, навязываются действия, сейчас навязывается похоть, это, допустим, лишняя и идиотская какая-то, но она навязывается. И навязывается, что это не видит, это не понимает, это не слушает, это не изучает. В древности, наоборот, старались развивать, наоборот, старались, допустим, набирать как можно больше тех священнослужителей, которые в эгрегор кидали, кидали, кидали разные нужные умения, разные нужные навыки, чтобы они уже навязывались как бы людям изначально. Поскольку, когда новое человеческое существо рождается, там тонкие целослабые, с эгрегором много чего просто прописывается, как базовая программа. И в частности, в древности старались именно контролировать тонкоматериальных существ, которые рядом с нами. Если мы говорим о чертях, то многие их воспринимали просто как бесплатную рабочую силу. Но потом с черчернокожими пытались сделать некий аналог. Но это неправильно, они всё-таки люди. А вот черти приблизительно и так и воспринимались. Но чего им слоняться? Пусть занимаются работой. И богам нужна та или иная работа, и демонам нужна та или иная работа. Ну а людям чего не надо? То надо, конечно же. Вот, например, Митродата мне часто жалуется о том, как тяжело самой ухаживать за всеми теми растениями, которыми она занимается. И в действительности получается, если человек как бы сам, да даже если не сам, даже если в семье всё равно тяжело, легче было бы, если, допустим, человек только решал, что ему где садить, и основные какие-то действия делал, а у него там бесплатная какая-то рабочая сила целый день трудилась бы. Но, естественно, почему не надо дрессировать чертей, чтобы они этим занимались? Всё равно же валяются по планетам куча их разновидностей и куча разных функций. Но вот в древности пошли таким путём. Поскольку их, ну, как бы и так они есть. Ну, вот как с конями теми же самыми. И так кони бегают. Ну, как бы бегают, но может ещё бегать на себе, носять человек. Может, может. Ну, и пусть бегает. Там ещё копыта подкрутить подковой, чтобы не так сбивалось. Там кормить хорошо, тоже селекционировать хорошо. Ну и вперёд так же. То есть использовались. А были те, которые не были проявлены в материальном мире? Я... И у них развивались другие особенности? Во-первых, если мы говорим о чертях, то я вначале сказал, что поскольку чертобог рассадил их практически по всем доступным для него планетам, в зависимости от разных особенностей планет, ну и они были разных видов. Потом, когда дзария оплодотворяли планеты и начинались межпланетные контакты, естественно, люди с разных... Я не знаю даже, кто первый изобрёл идею вот именно такого использования. Наверное, кто-то из богов. Или из демонов, не знаю даже. Так или иначе, это как-то так сложилось. И были сеансы обмена, продажи чертей с разными характеристиками. Естественно, вот есть газовый гигант, к примеру, Юпитер. Как у нас тело имеется на Юпитере, это страшно, потому что там гравитация очень сильная. Нам, вот чтобы ходить по Юпитеру, это как если бы на нас несколько сотен килограмм свинца повесить. Вот представьте себе, как так ходить. Тяжело. А вот какой-то такой газовой форме жизни по Юпитеру очень легко передвигаться. Естественно, для таких планет возникают формы чертей, именно такие разрежённые, с разрежёнными телами. Для таких, как Земля, или вот я смотрел «Бэтмен против Супермена» «На заре справедливости», так называемый фильм. Там в конце показана некая тварь, у которой как бы на части тел растут просто камни. Ну, как сталактиты, как что-то. Вот, естественно, на планетах, которые, ну, типа нашего Меркурия, которые, по сути дела, каменюкой являются. Или железякой, или каменюкой, ну, там есть разные варианты. На них вот и что-то такое каменное развивается. Ну, а дальше, когда князья уже всё это изучают, им так, для горных работ нужна сила. Берут вот таких каменных, образно говоря, каменных чертей. Нужно, чтобы лезло в недра, смотрело, где что, какой материал, или чтобы, допустим, вот как сейчас мне нужно устройство, которое просканирует камень. А в древности могли бы просто именно вот такого очень тонкоматериального черта послать. И он бы сам пролезся там и составил бы мне рисунок, что там находится. Что, было такое уровень взаимодействия? Ну, так до дравидов не было же технологий. Если у нас нету янтры, то, получается, остаётся тантра и мантра. Ну, а как-то же жить надо. А калиюги? Это всё описано, да? Ну, да, ну, как бы, ну, а как же? Ведь технологии привезены дравидами. А без технологий человеку или становиться пещерным человеком, или развивать тантрическую или мантрическую сферу. Ну, так же, или как? Понятие этого есть? Не, я понимаю, да, конечно, можно. Поэтому вот использование тонкоматериальной живенности в додравидские времена это один из вообще цивилизационных таких принципов, без которых никуда. Были и, так сказать, часы, были и, так сказать, лекарственные зверюхи. Куча всего было. Были зверюхи, которые бегали, передавали послания одного человека другому. То есть всё это было. Вместо технологий, фактически, были разные тонкоматериальные и биологические существа. Поскольку в тантрическом... Вот снова, есть понятие, что такое тантрический метод цивилизации? Тантрический метод ведения хозяйства? Ну, тантра, мантра и янтра. Это три вида? Нет, тантра, янтра и мантра. Используется по порядку развития осознанности. Тантра, янтра и мантра. Так вот, что такое тантра? Так не надо ошибаться. Я что-то подумал, что это с медитацией связано. Почему? Ну, вы так понимаете, что мантра, это тантра, но это механическая, я надеюсь. Тантра механическая? Сейчас умру здесь просто. Да вы скажите, Шапиан. Корень трая, то есть освобождение. Там или там, то есть много. Многих освобождение. Многих освобождение за счёт одного. Условно говоря, человек, принцип тантрической цивилизации, это использование нежестоящих существ, служебных целей. С каким-то их потом или накормлением, или ухаживанием за ними, или выращиванием, или что-то такое. А янтра, атомическая, в принципе, шестерёна. Да, да, да. Да, ну, хорошо. То есть, в принципе, даже коневодство, овцеводство, всё животноводство ходит в танк. Да. Ну, помощь им в развитии, путём того, что осознанный человек должен их использовать. Получается, наши предки осознанно использовали эти существа, и тем самым помогали им со своим взаимодействием в их развитии. Ну, да, 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 да. И всё гармонично взаимодействовали. Во-первых, и биологически им было легче, но коньяке не нужно искать самой себе пропитание, не нужно переживать, что её динозавр, тигр или кто-нибудь ещё съест. Просто сейчас не цивилизации. Этого вообще нет. Какие-то, допустим, колдуни используют. Почему? Где-то что-то. ООН использует. ООН использует? Да. Ну, не знаю, открыто об этом ООН мне не заявляет. Но снова возвращаемся в концепцию тантры. Концепция тантры — это использование менее осознанных живых существ, более осознанных живых существ. Условно говоря, если комитет трёхсот лучше понимает, что происходит в нашем мире, чем большинство стандартного населения, то, естественно, они это население используют в своих целях, как им хочется. Им хочется поедать людей, они населению подсказывают. Ну, как бы вы можете-то и родить, ну, а чем вы будете кормить? А, сношаться — это хорошо, сношаться — это модно, это так, это вот. А вот родить вы хорошо, а вы много подумайте перед тем, как родить. Может, лучше аборт сделаете. Они же не заставляют, они просто подсказывают. Браво. А когда аборт сделан, они такие думают, какая же вкуснятинка, и начинают эту вкуснятинку поедать. Поэтому тантрический метод ведения хозяйства сейчас очень активен, даже больше, чем янтрический, по сути дела. Потому что над янтрой идёт только паразитирование. Но даже паразитирование над янтрой идёт по принципам тантры. Ну вот, например, возьмём как развитие технологии. Ведь можно же, к примеру, купить тот же самый телефон и пользоваться им или до тех пор, пока он окончательно сломается, или до тех пор, пока не появятся какие-то потребности, которым он уже не будет соответствовать. И дальше его можно не выкидывать, а или кому-то подарить, или там за меньшую какую-то сумму продать, или ещё как-то так. А сейчас же навязывается другое. Сейчас говорят, вы должны быть модными, вы должны бежать за идеей, что, соответственно, новая модель. Всё новое, и новое, и новое. И вот это именно тантрическим методом навязывается данная концепция. И чисто янтрически могли бы наоборот. Вот, к примеру, изготовили, и дальше просто та или иная фирма могла бы говорить, хотите более совершенное, вот, соответственно, вы можете нам давать деньги, и мы на каждого из вас будем записывать, кто из вас сколько дал денег. Мы эти деньги будем использовать на исследование. И потом, когда разработаем, каждому из вас, если у вас там денег этих хватит, дадим новую модель телефона. И тогда этот телефон был бы уже кардинально намного лучше. Уже, не знаю, с голографическим каким-то проектором. А так делают просто какие-то малюсенькие модификации, чуть его причухают, а в предыдущую модель сознательно ставили проблемы, сознательно ставили все вот эти глюки, которые следующие будут решать. Чисто потому, что у людей не хватает мозгов это всё понять и как-то выбирать, как-то так действовать, чтобы не поддаваться этому всему, то идёт нынешний метод, даже в плане технологий тех же сам. Поэтому идёт именно паразитизм над янтрическим ведением хозяйства, тантрических чертей как раз. И чертей я сейчас имею в виду не в реальном смысле, а в ругательном смысле. А вот, допустим, политика. Как ты думаешь, к какому виду цивилизации относится вообще сам принцип политики? Ну, тут можно, конечно, раз мы об этом говорим, сказать, что это тоже использование неосознанного качества населения в своих целях. Так какой это вид цивилизационного взаимодействия? Ну, там, тантра взаимодействия с населением. Не совсем. Это получается тантрический принцип, но с использованием янтрических некоторых особенностей. Потому что янтра — это не только шестерёнка или механизм в материальном плане, но этот механизм может состоять и из людей. Если созданы те или иные социальные механизмы, это тоже янтрический принцип. Но поскольку сейчас все социальные механизмы подчинены именно тантрическому контролю и тантрическими методами вживляются в общество, то как раз и получается тантрический паразитизм над янтрой и везде. А до вообще янтра как таковой в нашей Вселенной. Было два полюса. Сейчас, получается, у нас три полюса, или, вернее, три ступени. Тантра, янтра, мантра. А тогда просто два полюса. Те, кто развиваются, — это чисто мантра. Те, кто не развиваются или слабо развиваются, или и так, и сяк, — это тантра. Если святой мог помедитировать и материализовать там из чего хочешь, что хочешь, то рядовому крестьянину приходилось или унаследовать от родителей, или самому вырастить, допустим. Ведь можно было даже пойти в какой-нибудь лес, наловить там чертей, привезти на огород, и дальше уже их там как-то пытаться выхаживать. Или можно было найти самку и её дальше ждать, пока она родит, а они рождают по 16 и побольше детёнышей. Так что найти одну беременную самку, привезти домой, дождаться, пока она родит и выкормит детенчат, выгнать её, и дальше их дрессировать уже как нужно, это любой древний человек запросто мог сделать. Без вообще каких-либо сложностей. Ну, как с тем же конём, к примеру. Даже наоборот, поскольку они плодятся лучше, чем кони, то и лучше можно. И продавали, и меняли. Поэтому ничего в этом нет такого невероятного. Опять же, мы говорим о чертях, проявленных в материальном мире. То есть здесь, которых можно пощупать, которых можно эксплуатировать. Да. Нет тех, которые в параллельном среде реальности нам не имеют. Нет, смотри, смотри, я же говорю, что есть разные народы. Разные народы с разными физическими особенностями. Если условно говоря, вот те черти, которые земные, они чисто были материальными. Их в средневековье последних дорезали. Они были как люди обычные фактически. Их можно было вот так пощупать, поцарапать, всё. Пощупать по-зоуточные, да. Просто... Но, 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 но. Отличие. Волохатость, рогатость. Плюс они не рептилии и не цеплокровные. У них по-своему там всё вообще. Например, там у некоторых из их них женщины соски могут быть на спине, к примеру. И вообще разные странные особенности. Тоже есть сумчатые черти, есть полосатые черти, есть разные самые. На земле как бы вся вот эта жирность была уничтожена. Ну, или может где-то сейчас живёт, я не знаю. Ну, так вот на улице чтоб ходили, нету. Хоть есть как бы свидетельства, что у некоторых людей роги растут, есть рогатые черепа как бы найденные. Ну, у людей я сам тоже удивился. Например, у чертей черепа нормального не было. Состоял из мяса. Просто очень плотная, как кожа. Это скорее хрящ, чем костные. У них не было костей, у них были хрящи мощные. Поэтому я считаю, что это или генетический какой-то сбой, ну, или может быть в каких-то случаях гибридизация с чертями, а в каких-то случаях генетический сбой даёт рогатые черепа. Ну, это как бы такая теория. И ведоми она отчасти подтверждена. Но у человека это какое-то генетическое смешение было с этими... Я же только что сказал, что моя теория по рогатым черепам, это первое, что может быть какой-то генетический сбой. У людей бывает ихтиоз, у людей бывает что угодно. От любого нижестоящего вида живых существ у людей может быть особенность. Перепонки там, что угодно, это есть. Плюс и смешение. Смешение с чертями, оно так же было. И так же рогатость оттуда. Но это с земными чертями, которые родные на Земле развились. А потом же было на Землю завезено, завезено с газовых планет, завезено с каменных планет, завезено с каких угодно планет. Естественно, есть черти, допустим, очень тонкоматериальные, которые могут жить, к примеру, ну это не их среда обитания, но туда их можно запхать и держать до востребования. К примеру, колбу или банку от йода. Вот советский флакончик от йода такой маленький. Вот туда можно запхать даже несколько особей, и они там будут находиться, поскольку тела очень разряжённые. И дальше открыть и послать кому-нибудь в почки, в печень или ещё куда-нибудь. И они пойдут, и вот там они начнут именно... Снова фотокирлян, есть понимание. То есть существует, кроме материального, существуют энергетические аспекты любого явления. И вот черти, они будут рвать, они будут ломать вот эти энергетические аспекты, а поскольку как энергетический аспект связан с материальным, так и материальный связан с ним, то, к примеру, и на материальном уровне органы будут ломаться. Со временем. Даже может сразу. Если черти там по чуть-чуть попортят, то со временем. А если буквально будут рвать это всё дело на куски и гадить туда прямо, то, соответственно, разрывы, ну, будут разрывами. Наличие чертячих экскрементов не даст ранам затянуться. И энергетически не будет органа понимания, что он существует. И орган тоже перестанет существовать. И детальные познания. Почему детальные? Ну, такие, как... Ну, как? Ну, если, допустим, взять пилу и пилить деревяшку, то сыпятся опилки, получается полоска. Ну, это же понятно. Так же. Ну, так и... Надо ещё уметь выразить это самое, сказать, чтобы иди то, то делай. Ну, взаимодействуй. Вот поэтому я с ними особо... Есть те, которые... которые с этим особо взаимодействуют. И те их слушаются, и они довольны, и так дальше. Вот. Сначала, как бы, на каждую планету чертобог их заселил. Потом, когда планеты стали заселённые людьми, люди стали завозить те селектированные или найденные виды, которые им подходили по их потребностям. Кто-то копал землю, кто-то ухаживал за животными, кто-то делал ещё что-то. Часть домовиков именно так была выведена, допустим. Это уже разновидность тех чертей, которые были, да? Завезён. Это один из богов, даже я не знаю, какой, не уточнено в текстах. Но он дал именно своих чертей на дальнейшее селектирование. Из них развили часть существ, которые позднее стали домовиками. Это один из главных, наверное, народов домовиков. Такой вопрос. Но, кроме этого, там же, понимаешь, не мог чертобог просто создавать чертей. Он создавал экосистему под них заточенную. Вот как царии. По сути дела, цариям не нужно было ни коровы, ни мыши, ни крысы. Царии собирались создавать себе подобных. Но для того, чтобы создать себе подобных, они оплодотворяли планету такой задачей, что она производила и все, так сказать, братья меньше. Но для того, чтобы было, что есть, для того, чтобы было, на ком ездить, ну и так дальше. Так же и чертобог. Правда, чертобог это старался делать максимально упрощённо, он не сильно умел, в отличие от прародителей Царии. Поэтому ограниченное количество, если в нашей версии миллионы версий живых существ предшествуют и сопутствуют человеку, то в их версии только пара социн. Там есть и свои черви, есть и свои травоядные, есть и свои хищники, как бы всё это есть. Летающие, ползающие, плавающие, всё это есть. Когда черти деградировали, часть этого всего они начали тоже сношать. И получились гибридные такие вот версии. В смысле, после деградации начали с ними заступать взаимодействие половой? Да. По-своему, да? Да. Ага, и это дало ещё другое разнообразие? Это дало смежные такие версии, которые потом и стали вот теми паразитами, которые вот сейчас, ну допустим, что сидит на ноге, зараза какая-то, шестилапая. В биологическом строении Земли, шестилапая, ну вот в нашем именно, нашего совета, шестилапая не предусмотрена. А у них там, ну вот я не знаю, как бы откуда вот эта зверюха, но вообще, вообще в них были всякие, и шестилапые, и восьмилапые, и всякие. И они стали вот такими нашими уже земными паразитами, которым интересовалось подпитываться от людей. А человек для них это как очень такое светлое, очень тёплое, очень вкусное штуку. В древности проводили сравнение с княжеским караваном. Вот когда князь куда-то идёт, и за ним там идут его придворные, идут его воины, идут все, кто ему нужен. Естественно, там всегда светло, тепло, есть что есть, есть защита, удобно поспать и так дальше. И вот в древности многие нищие пытались прибиться к такому каравану, и соответственно они говорили, а мы покажем вам дорогу, а мы расскажем вам, где какие хищники, чтобы вам было удобнее это самое. И как бы иногда и князь на это дело соглашался, ну или даже не князь, а кто-то из его помощников, ну потому что они же знают это место. И этим было что поесть, было где погреться, там в шатрах, где-то можно было отдохнуть и так дальше. Если говорим о южных народах, то могли какую-нибудь из женщин отдать на разные штуки, в зависимости от того, какой цивилизационный там уровень был. И приводился пример, что так для вот этих гибридных тварей и люди. Это как место, где удобно, где куча пищи и куда они хотят присоседиться. Что же они кушают? Какую? Человеческую. Ну а какую человеку? Для них благоприятна, для них их не излучает энергия. И как они допустим может влиять как-то на него жбоны именно от такого рода пищи. Да. Но только нужно понимать, что их есть много разных видов. И вот в принципе, если человек слабоосознанный, у него энергия может из какой-то чакры выливаться просто. Ну например, окажется, что он не защищен или там его семья не защищена. В древности там это могли быть страхи относительно того, а вдруг там какие-то из лесу бандиты придут, а вдруг там что? Демья не страха получают. Стоп. Сейчас это в основном юридическая незащищенность или там тоже боязнь, что какие-то бандиты нападут. Это если мы говорим за первую чакру. Вот когда из нее вот это все изливается... Книжная самая. Да. Буйчак. Дальше. Человек может хотеть снашаться. Например, мой знакомый Леонид. Он постоянно хочет. Даже в видеозаписях обращение записывает, чтобы девочки, давайте, собирайтесь, как бы, приходите. То есть у него с половой чакры энергия постоянно цечет. Как бы, понимаешь, вот вектором внимания он в эту чакру нагоняет энергию, нагоняет, нагоняет. И поскольку у нее нет, когда нет именно прямого выхода по назначению, она просто из чакры выливается. Ну, как из переполненной чаши, просто выливается. Дальше. Желание обладает, жадность, желание обжироваться и всякое такое. Сверю чакру. Всякие желания общаться, вот постоянно общаться, нужно общение, обязательно нужно общение, чтобы больше человек именно дружить, а с кого-то нужно ненавидеть и так дальше. Это вот сердечная ее две подчакры. Если тоже нет по назначению этого всего выхода, это тоже выливается. Горловая чакра, если, допустим, кто-то хочет постоянно говорить-говорить-говорить-говорить-говорить, а нету кому говорить, или не умеет говорить, или ещё что-то такое, то есть горловая чакра. Ну, глазная тоже понятно почему, и головная тоже понятно почему, или непонятно. Ну, глазная — это тоже электронимание на глазную чакру. Ну, и как там может она переваливаться? Ну просто, если человек постоянно хочет какие-то знания, вот его постоянно интересует, а допустим, а что, к примеру, Сатья Сайбаба говорил за блох, которые живут на Козах, которые живут в Южной Америке. Что думал Карлос Кастанеда про Каспийское море? Ну он узнает по этому поводу, что он думал. И вот такой человек может узнавать кучу всего, и в результате, если нет практического осознания и применения этих знаний, тоже энергия выливается. Получается, он просто чувствует… Если есть тупой интерес, вот как как-то с Датаяром мы говорили, и я использовал фразу, что, допустим, деградировать неинтересно, поддаваться сну неинтересно. А он мне потом говорит, да у тебя свой интерес, у меня вот тебе что неинтересно, а мне это неинтересно. Но я использовал именно интерес не как праздный интерес, а как интерес в контексте дальнейшего какого-то применения этого интереса. Ну, например, элементы знания по обработке серебряных изделий мне нужны, и там, где я могу их пособирать, я их собирал в памяти. И вот когда нужно было зашлифовать то, что ювелирный не сделал как нужно, я это доделал. То есть вот эти все мои разные умственные поползновения в ювелирную область были осуществлены в какой-то степени. В другой степени они мною осуществляются, когда взаимодействую с ювелиром, я более осознанно могу ему сказать, что мне надо от него. То есть не просто вот сделай как-то так, вот всяк, вот как-то так, вот так. А я говорю конкретно, там сделай ровную поверхность, там сделай другую такую вот... То есть здесь использовалась эта чакра и тот минимум той энергии, которая сознательно направлялась на выполнение этой работы. Да, смотри. А есть же, когда люди начинают, а что древние египтяне, как жили древние египтяне. И при этом они по-настоящему изучать это не хотят. Они хотят посмотреть фильм, небольшой фильм. Допустим, на странице раздачи ютуба мне как-то попадались такие видеозаписи. Секс в древнем Египте, секс в древнем Риме. Тоже, соответственно, вот кто из нынешних людей собирается воспроизводить эти практики. Во-первых, не факт, что в этих фильмах я их так и не просмотрел. Но не факт, что в них всё равно давались бы правильные знания. Возможно, давались бы знания про какие-то вообще ущербные ситуации, а не про стандартную практику. Ведь и сейчас можно найти всяких извращенцев и всяких вообще, всякую нечисть. И дальше вот как просто, допустим, есть реконструктор. Вот ты знаешь, что сейчас есть на земле тысячи людей, которые куют заспехи, мечи, сабли. И всё это собираются и рубятся мечами. Я слышал, что это сейчас модно и интересует какие-то славяги заниматься реконструкциями исторических. Это не только сейчас, это давно. Ну, не важно. Ну, как бы, давно не в историческом плане, а давно как бы в нашем таком. Ну, как Толкин эту тему поднял, так оно и становится модным. Однако, вот тут уже очень сложная ситуация. Если человек начинает так неправильно использовать, здесь нельзя сказать, что это знание не превратилось в практику, оно превратилось. Но тогда это уже идут кармические последствия за неправильное использование времени данного богами и всё такое. Однако, если человек, допустим, просто читает про рыцарей, или читает там про пиратов, или смотрит только, и вот, или как сейчас есть течение про вампиров всё это изучать. И тоже изучать не в научном плане, а в таком вот, почитать литературу там, как вампирша любила вампира за то, что он не любил вордалака. Ага, то есть здесь он использует эту чакру и идёт выплеск той энергии, да, получается. Поскольку, вот смотри, про вампира почитали, ну а что дальше пошло? Что дальше этот человек пошёл? Мерять зубы у людей, делать анализ крови, проверять, кто вампир, кто не вампир, стругать кол, забивать этот кол по назначению. Или как? Не было же этого. Да, был интерес к этому, была дана энергия, как бы запрос на энергию. И всё, энергия полилась. Да, да. Головная чакра — это все религиозные кормят их. Во вторую нашу встречу я тебе рассказал, что на некоторых религиозных сидят твари, как на алкашах. Суть такая, что когда человек, или, может, помнишь, часть моего общения с Митродатой, когда я ей говорил, что сейчас есть такая маразма, когда стремятся питаться, ну так, чтобы не откладывался жир, чтобы не жреть, сношаться, чтобы не плодиться, следовать закону, не следуя справедливости, и молиться, но не услышать голос Бога. Поскольку если человек разговаривает с Богом, это молитва. Если Бог разговаривает с человеком, это сумасшествие, как говорят нынешние люди. А если статавить так вопрос, то вообще смысл молитвы теряется. Тогда вообще не надо молиться. И тогда атеисты, они намного честнее и намного, в принципе, правдивее и достойнее, чем большинство нынешних религиозных. То есть эту энергию собирает та зверюшка, которая сидит? Не факт, она может просто волеваться. Ты же понимаешь, что в природе так все сделано, что если где-то есть выброс, найдется и кто-то, кто захочет этим выбросом покормить. И вот, соответственно, на каждую из чакр, это как минимум мы можем поставить, что есть 9 версий зверюшек, порожденных чертями, методом сношения животных, среза материалов. А это так распределилось? Или это было путем? Путем естественного отбора. Нет, не сознательного, а путем естественного отбора. А как у нас получается, что, допустим, птицы летают, а рыбы плавают? Ну просто такое естественное разделение, да, по чакрам, по энергиям. Кому-то, смотри, какая-то из зверюшек впервые, допустим, поняла, что можно присосаться к человеческому телу и питаться вот этой чакрой. Ага, то есть увидела избыток этой энергии и поняла, что... И смотри, получается, остальные её собратья могли выжить где-нибудь там, могли не выжить, но ей было удобно, у неё постоянный доступ к кормёжке, она начала активно плодиться. Соответственно, её дети начали также распределяться по местности, также активно плодиться, также вот возник вид. А дальше или другая зверюшка села на другую чакру, или от этой зверюшки, допустим, пошла её какая-нибудь детенёнушка на другую чакру, потому что их могло быть на одной чакре куча и неудобно, как котята, допустим, иногда бывает, что котята дерутся за одну и ту же сиську, кошкину. Хоть я там ещё куча сисьек вообще не потроганная. Я, допустим, когда жил в серии, у меня были котята, я часто специально брал котёнка и сунул его в другую сиську, чтобы он не мешал другому кушать, поскольку их можно распределить нормально. А вот так и на чакрах, образно говоря. Вот там их на одной чакре скопилось, и вдруг какая-нибудь зверюха пошла на другую и думает, о, а здесь так тоже же можно накормить. Чуть по-другому другие всё, ну, можно пристроить. И тоже начинается вперёд. Точных у меня исторических данных этого нет, но в ведах разные священнослужители на эту тему проводили эксперименты, рассуждали. И вот некую такую квинтэссенцию разных ведических теорий возникновения тонкоматериальной живности я сейчас изложил, которая, в частности, проводилась, вернее, проверялась, когда, допустим, на добровольцев садили абсолютно, ну, находили вообще чужих разных версий живых существ на Земле, ни человеческих паразитов, ни животных, а которые сами по себе деньгами там жили в труднодоступных регионах. Ну, вот происходили именно из-за животных засношатых чертями тогда, когда черти деградировали. И садили, и пытались проверить, и со временем появлялись новые паразиты. То есть, как бы, можно из вот тех вывести тех, которые на людях живут. А часть решила вообще на людей не садиться, а жить просто в помещениях, где живут люди. Поскольку по чуть-чуть человек всё-таки кидает своих энергий, когда он ходит, когда убирает, когда потеет, когда ходит в туалет, когда питается. Питается. Идут небольшие выбросы. И они это собирают, и этим питаются. Они, как правило, аморфные, такие большие. И они лежат по полу, по где-нибудь там. Иногда могут на кровать залезть. По привычным плоскостям, да? Да. И не там, где человек находится, а рядом, где он находится, но в месте, которое никто не трогает. И у них есть свои тела, да, тоже. Свои тела. Но они тупые, они как наши животные, допустим. Это черти, они такие уже, как, допустим, неандертальцы или как какие-то дикари. Черти, их разновидность. Нет, смотри, есть черти. Мы за них говорили. Да, да, да. А вот это животные и мезосношатые, которые стали сильнее, чем обычные животные, но не получили их уровень сознания. Да, я понял, что у них свой симбиоз живности был создан, и он с ними начали деградировать, и с ними сношаться, и пошла уже разновидность этих зажатых. Ну, не животные черти, а черти животных. Ну, и, естественно, перевозка с разных планет, иногда тоже паразитов сюда приводили. Иногда даже специально. А что же сделать невозможным для них подпитываться человеческими энергиями? Способность человека управлять своими энергиями, если вы знаете. Ну, смотри, если не идут никакие выбросы из чакр... И смотри, я сейчас очень примитивно постарался. А дальше ведь началось расхождение. Некоторые стали специализироваться на каналы в ногах, некоторые на каналы в руках, некоторые стали специализироваться на ост, некоторые стали специализироваться на других каких-то нюансах. Ну, вот как на Земле, вот среди биологических животных, каждая что-то ест, и каждая где-то живёт. И вот, как мне некоторые биологи начинали, Ну, не бывает такого. Я им говорю, ну, а посмотрите на блох, посмотрите на глистов. Ведь глисты — это черви, которые приспособились к жизни не в земле, а в других живых существах. И блохи, у них есть дикие аналоги в дикой природе, и тоже нормально себе живут. Но блохи приспособились именно так. Дальше в морях есть такое, что киты обрастают мидиями и всякой такой вот уже живностью непонятно. И даже корабли иногда могут мидиями обрастать. Даже в дикой обычной материальной природе данный принцип используется на полную катушку. Поэтому удивляться, что в нескольких других версиях он используется, ну, просто как, ну, неправильно. Однако, вот если не делать свои выбросы, и вот как раз мы подходим к твоему вопросу. Иногда, если они уже на человека поселились, иногда они могут пытаться его стимулировать, чтобы он этот выброс делал. Смотри, блохи поселяются на коте. Кот чешет за ухом когтями на ногах. У кота на ногах мощные когти достаточно, как правило. И он за ухом когда чешет, а у него вот эта мочка уха, она, ну, как некая такой выгнутость вперёд. Там достаточно широко, если, наверное, как бы в сравнении с человеческой головой, наверное, с ладонь. Вот это как раз штука, которая ухо выгнуло. И когда он дерёт, там достаточно большая поверхность, которую он раздирает себе. И блохам становится удобнее добираться к крови, когда кот дерёт и всё делает. Он дерёт с мыслями о том, что он от них избавится, а на практике он им помогает. Поскольку им не нужно кожу прогрызать. И вот кровь на тарелочке, на блюдочке буквально. Так и эти. Они могут что-то такое начинать. И если человек поддаётся, то тогда как бы у них ещё сильнее связь устанавливается. Они уже начинают участвовать в его поведенческих алгоритмах. Поскольку, получается, часть его жизненных решений ими продиктована. И они, естественно, больше прав получают в его жизни. И в какой-то степени он уже начинает на них ориентироваться, к ним прислушиваться на подсознательном уровне. И это уже сложный такой симбиоз очень. Но в животном мире такое тоже есть. Есть, к примеру, грибы, которые поселяются в муравьях. Муравью нужно выбраться на какое-нибудь высокое место. И там гриб прорастёт у него. Как же обычному человеку в этой проблеме для него разобраться? Дхарма. Принцип Дхармы понятия. Харма Адха Кама Моу. Это оттуда и на. Оттуда, да. Но я же говорю не за целый словарь. Я говорю конкретно. Что такое Дхарма? Получение знаний. Нет. Если разбирать слово Дхарма, оно состоит из трёх слогов и имеет в себе образ для живых существ истинной, предписанной использованием материального мира или возможностей материальной. Исполнение предписанных чувств. Исполнение своих обязанностей, следования тому, что нужно следовать. Также Дхармой называются неотделимые качества, истинные качества того или иного предмета, того или иного живого существа. Например, сейчас, если мы откроем словарь и откроем там олова, и будет написано параметры олова, к примеру. Если бы мы открыли древний словарь, было бы написано Дхарма вместо слова параметра. Ну или как сейчас, допустим, иногда на инструкциях пишут состав и применение. В древности бы написали слово Дхарма. Слово Дхарма как Дхарма осталось в языке. Дхарма или Дхарма то, что и так уже присутствует, некая изначальная непоколебимая объективная данность бытия. Образ понятия? И вот, если следовать этой Дхарме, понятно, что, ну допустим, начинаем с... Да нет, начнём с самой нижней, с коренной чакры. Понятно, что да, перед Родиной, перед всё такое есть некие обязанности, но нужно понимать, где наша обязанность перед Родиной. Нужно понимать чётко, чем является наша Родина. И где заканчиваются обязанности перед Родиной, начинаются обязанности перед правителем, или, к примеру, перед оккупантом, или, к примеру, перед своей малой Родиной в контексте большой Родины. Вот если всё это сознательно разобрать, то тогда не будет и не отрыва от корней, и не будет именно древесного такого укоренения, когда человек стоит столбом и ни туда, ни сюда. Естественно, не будет вытекать ненужная энергия, не будут там сидеть всякие твари. И, соответственно, возьмём, что со страхом. Да что со страхом? В любом случае, смерть — это единственное то, что в любой жизни случится. Неизвестно, сколько мы проживём, неизвестно как, с кем, когда, что случилось. Ну, то, что в конце любой жизни наступает смерть — это объективная данность. И вопрос только, что мы смерти преподнесём. Или, к примеру, такой, «Ой, я ещё не всех там отнашал, ой, я ещё не всего алкоголя выпил, не всего поел». Или сознательно, скажем, смерть, ну, пришла, ну, что ж, забирали или как. Вот, всю жизнь служили Всевышнему, как положено, веды изучали. Теоретически, вот, хотим на вот ту планету. И, исходя из своего знания, своей кармы, знаем, что вообще заслуживаем. Поэтому смерть, пожалуйста, вот нас туда. Ну, или наоборот, опять сюда, или ещё. То есть сознательно можно к этому подойти. Естественно, страха нет. Ну, есть некая опаска, понимаешь, я вот не, тоже, мне попадались многие, они вот пытаются искусственно такое бесстрашное, что они говорят, да пусть нас убьют, мы не боимся умереть. Естественно, инстинкт самосохранения, он должен быть. Некий естественный такой вот аналог страха. Страх не в негативном понимании, а страх как предостережение, страх как опасение того, что может нанести вред. Где-то помните. Нужно этому найти границы. И, естественно, там желание как-то чрезмерно защищаться или бояться, что вот-вот нас прибьют, ну и не стоит. Поскольку, в конце концов, все помрём. И разницы нет, помрём сегодня или помрём завтра. Если мы и сегодня, и завтра будем служить Всевышнему, и что сегодня придёт смерть, я скажу, ну чё, целый день служил Всевышнему, ну пришла, ну ладно, как бы у неё ещё есть чего делать, поэтому можешь уходить обратно, ну как бы требуешь, ладно. Ну и завтра такой же ей ответ дать. Они как христиане боятся, ой, там ещё бы пожить, ой бы там ещё бы, а то там в аду, а то там плохо будет. Или а кому сколько заплатить, чтобы индульгенцию купить. Ну или ещё есть другая штука. Сейчас, ну это даже не сейчас, это со Средневековья навязывается, что мужчина должен драться. Вот, например, образно говоря, ну даже не образно, даже недавно была ситуация, шёл я с одной знакомой. Мы медленно шли, и шли, а там сидел один алкаш. Поскольку мы медленно шли, мы говорили на всякие эзотерические темы и так далее и тому подобное, алкаш успел меня хорошо рассмотреть, алкаш успел её хорошо рассмотреть, и он начал кричать в наш адрес всякие гадости. Вот с точки зрения вот той мужественности, которая сейчас навязывается, я должен был подойти к этому алкашу и как-то начать с ним разбираться. Но с точки зрения разумности, я и ей сказал, и сам это понимаю, что собака лает, ветер несёт, а мы идём куда нам надо. Что он тебе? Что он тебе? Что ты забрал у тебя? Всё, что было твоё при тебе, осталось. То, что он сказал, это при нём осталось. Какая разница, что он там сказал? И вот чрезмерное желание защищаться, желание бороться, всё, что как раз входит в базовую чакру, буй-чакру, любое вот это буйство, буйство, неконтролируемое разумом, оно даёт истечение энергии, которую жрут целая куча зараз. Ну что ж тут интересно, это же факт, я же больше того, вот то, что сейчас я более детально прохожусь, я перед этим это всё тоже рассказал, только более сокращённо. Я не поэтому сказал интересно, просто я считаю, вот такое понимание этих вещей, нужно всегда держать своё внимание, чтобы просто не излучать эту энергию. Ну да. Потому что по жизни таких вот ситуаций полно. Ну я говорю конкретно, если всегда излучать, тебя всегда изливаешь, куда это... Ну это чисто разумный подход. Да, да, да. Ну и, соответственно, идём к половой чакре. Соответственно, вот и мужчины, и женщины сейчас постоянно хотят, чтобы их хотели. Я сейчас для того, чтобы записать какое-то видео, где я ещё раз прокритикую Мартина и его труды, я сейчас в лобках, так сказать, пересматриваю снова «Игру престолов», все сезоны её. Но фактически я её больше слушаю, чем смотрю. И вот там многое завязано, то, что женщины конкурируют друг с другом. Каждая женщина хочет, чтобы её хотели, чтобы её любили. Кейтлин Старк там ненавидела Джона Сноу за то, что её муж Эдард Старк один раз, так сказать, переспал с другой женщиной и родил бастарду, как Джона Сноу. Хоть как бы в конце там уже развили, что это совсем было не так и не всё, но просто сами принципы. Мартин, чем людям он и цепляет, это тем, что он берёт реальные принципы. Он не берёт, как Толкин, такие вот, что вот Арагорн и, как её там звали, в общем, какая-то эльфийка, вот они нашлись, и вот они, и у него царство, и у него любовь, и всё так хорошо. А Мартин берёт из реальной жизни, реальную ненависть, реальную грязь. И поскольку нынешние люди в этой грязи варятся, им нравится эту грязь смотреть. По глуби находятся. Да, им это близко. Им тот фэнтезийный пример далёк. А вот реальная грязь, там, где брат сношает сестру, сестра готова убить другого брата и так дальше, как бы это да, это чуть более грязно, чем их реальная жизнь, и это им ещё даёт идею, что они же не самые плохие. Вот есть куда дальше. Вот игра престолов, где там шкуру снимают и так дальше. Есть ещё куда деградировать. Это тоже вот чем отличается демоническое искусство от ведическое. В ведическом, там, наоборот, старались как-то о промыслии, о том, какие он подвиги совершал. И да, хоть большинство людей с глюками в мозгах чувствовали комплекс неполноценности, когда они читали о промыслии, что он такой великий, а не такие ничтожества. Но это было им стимулом, к чему идти, к чему развиваться. А сейчас навязывают героев именно близких, а иногда ещё и более дебильных, чем сами люди. Да, да, да. Только через... Так вот, многие женщины хотят, чтобы они были у мужа единственные, чтобы муж только на них и смотрел, только их и хотел. И если какая-то у них недовлетворённость, у женщин, соответственно, идёт очень мощный выброс и куча разной нежити туда собирает. Если, соответственно, осуществляется или мастурбация, или осуществляется даже, возможно, без каких-то действий, или просто семяизвержения, тоже куча разной нечисти к человеку притаскивает. Многие мне люди говорили, что, допустим, произвольные, так называемые природные семяизвержения, они не могут контролировать. Но, во-первых, если правильно просыпаться, семяизвержение, оно случается же не просто так, а оно случается с частичным задействованием сознания. И можно это сконтролировать и остановить процесс. Когда там уже всё готово, можно остановить процесс. А иначе всякая нежить тоже соберётся и будет пироваться. Ну и, естественно, дальше будет тоже этого человека постоянно коверять, 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 что давай дальше. Ну как, они же пировать хотят, а как бы, что же остановил кормить? Им это выгодно, то есть. Это как блохи, которые грызут кота за ухо, для того, чтобы он раздирал шкуру. Поверя чакре, это вообще ещё больше векторов, ещё больше возможностей. Это и в политике, и везде, ну, вот даже акции разнообразные. И это третья чакра. Да. Чакра живота получается. Да. Это обладание, это туда и финансы, туда и дом, туда вот всё такое. Допустим, устраивают акцию по тому, что продают что-то чуть дешевле, чем обычно. Никто в рыночной экономике, никто не будет осуществлять реальную акцию. Акции там по скидкам осуществляют или потому, что они на самом деле цену чуть звинтили, и они её приводят до некой более нормальной цены на несколько дней или на каких-то условиях. На самом деле, всё равно это им не в убыток. Всё равно они и так наживаются на человеке достаточно. Плюс часто эти акции ольчинкой выделки не стоят. Единственное, какие акции это ещё нормальные, это когда, допустим, или новые магазины не хотят зарекомендоваться. А в основном или просроченная, или цена и так уже до нельзя завышенная. Или там, допустим, ладно, ты можешь предмет купить дешевле, но тебе нужно ещё один предмет купить, который тебе во имя 100 чертей не понадобится, но ты его должен купить, а иначе этот не купишь. Или, допустим, нужно там записаться и что-то там дальше это самое. По сути дела, акции, они тоже тантрические, они тоже нечестные. Сам этот принцип даже. Ну, как и рыночная экономика. И вот на это тоже берётся крючок. Дальше, 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 дальше. Возьмём вклады Советского Союза. Вот сколько пенсионеров до сих пор клянут государству за то, что у них украли деньги. Возьмём все вот эти игры. Доллар, гривна, евро, рубль и так дальше. А это же игры. Правительство одной страны договаривается с другой и устанавливают взаимный курс. Теоретически они могут любой курс установить. Самый вообще любой. Как справедливый, так и несправедливый. И какой угодно. И мы это видели. И всё, и пойдёт. А, соответственно, у человека же... А вот что там, неудовлетворённость. Там, понимаете, человек грабит его. Вот сколько фильмов про ФРС. И излучают. Конечно. То есть получается как бы и хорошо, что человек посмотрит фильм про ФРС. Но с другой стороны, сразу ещё и куча чертей, или вернее вот ихных вот этих зверушек, придёт и скажет, как нам приятно это всё кушать, как мы благодарны. Даже самый простой пример. Я к одной пришёл из этой речки и показывал ряд фильмов. В результате из комнаты её сына целое стадо пришло на неё. Целое стадо. Причём я смотрю, одна, вторая, ещё, ещё, уже несколько идёт. Я не знаю, что у него там творится. И что он своих зверюх с собой не носит. Но пока она смотрела, пока из неё со всех чат всё это сыпалось, то пришли покушать. Это даже не то, что там за несколько часов. Это буквально вот... Я ей показываю там про ГМО, про аборт и всё. Ну, то есть как бы важные темы, которые нужно понимать. Поскольку она такая типа святая вся, такая вся эзотерическая, такая мне говорит, что я неправ, когда делю народы, неправ, когда Бог один, там все Боги не то, там... Ну, куча эзотерического вот этого маразматического бреда, и она считает себя прямо святой уже, с крылышком. Но на практике, когда я посадил перед компом, и показываю, насколько она невежественна, насколько она делает буквально всё неправильно, буквально всё, не образно, а именно буквально всё неправильно, Неправильное отношение к государству, неправильное отношение к идее защиты, безопасности и всего остального, неправильное отношение ко всему тому маразму, который разные похотливые твари навязали как энергообмен между мужчиной и женщиной и так дальше, как часть эзотерических всяких штук. Неправильное отношение к желанию обладать разными предметами явления, неправильное отношение к желанию общения, неправильное отношение к любимым, к ненавистным, неправильное отношение к слушанию и рассказыванию, неправильное отношение к цели интереса и осуществлению интереса и неправильное отношение к духовной практике. То есть вот реально всё у неё неправильно. Хоть какие-то детали, может быть, и там ещё такие, но в общем картина неправильная. Я это всё показывал не на уровне того, что я рассказываю, а вот данные объективные в интернете лежат. Не рахманская традиция, которая там сама себе что-то решает, а вот люди совершенно независимые, совершенно разные причём люди. И вот всё они это рассказывают, можно всё это проверить. И естественно, поскольку она не могла, вот если бы она разумно к этому всему относилась, она бы сказала, ну как бы благодарю очень, да, что ты вот открыл глаза на это дело. Там если что, помогу, если что, тебе что-то подскажу, обращайся. Или там спросила бы, а как ещё это, а как ещё то, а как то применится, как это. Ну если бы разумно поступала. А она кипела от гнева и злости ко мне, к тем, кто её обучал, к жизни, ко всему. Изверюхи пришли, их море пришло, они её облепили. И причём я такого редко достаточно вижу, что именно облепляли человека полностью. А там они даже друг с другом что-то это самое. Они не могли за место мирно как-то существовать. Друг другу мешали, получается. Отбрасывали там. Смотрю, там зараза какая-то отпала от неё, потом эта зараза снова на неё карабкается. Вновь там что-то там это там. Ну вот такое вот. Можно оно и смешно звучит, но хоть я стараюсь изо всех сил не подавать человеку знать, когда я вижу, что на нём там целое цирковое представление творится пока, но всё-таки иногда это очень сильно отвлекает. Поэтому как бы те, кто говорят, что они очень хотят тонкие видения, я не знаю, справятся ли они или вообще там как-то будут неправильно к этому. То есть мы более-менее разобрались с нашими зверюхами и также чуть-чуть прошлись по экзотическим, которых нам подарил товарищ Марнос Владислав, известный также как князь тьмы. Ну, их многих дарил именно его сын, который набрасывал на землю. Но интересно, что они даже после физической смерти дальше существовали именно как тонкоматериальная зараза. Искра в тонких телах. В тех же тонких телах, да? Ну смотри, по путешествиям во времени видеозаписи моей. Ну да, вообще. Про князя Щедмаха. Ну да. Кто такой Щедмах? Ну вот Щедмах, это и есть сим, по-моему, да, этого Марноса? Да нет. Нет? Не ошибаюсь. Марнос... А, это его военачальник был, получается. Это его... Это его, как же сказать... Правая рука, подружка. Нет. Это его военный садист. Сейчас нет таких должностей. Я вот в истории по-быстрому мысленно пробежался. Нет таких должностей ни в одном государстве, даже в самых каких-то пакостных. В каком-то смысле его можно сравнить с Самаэлем для Яговки. Самаэль для Яговки также много разрабатывал и оружий, и средств контроля живых существ, и, допустим, методов паразитирования, и клонирования, и войны, и Виолы на гиперборею ездил учиться, и много чего делал. Но всё равно Самаэль не был такой тварью-садисткой. Самаэль, я его даже уважаю, намного больше, чем многих наших князей, которые сдали в Украину христианство и довели до такого состояния. А Самаэль, вот как предводитель учёный среди демонов, он вполне заслуживает уважения. Он очень достойный. И доказательством является то, что его на гипербореи не убивали, а учили. К примеру, если бы Яговка прилетела на гипербореи, это было бы что-то чем-то. Его бы там на тёрках тёрли, и заново бы заставляли... А это в Тайной книге Иоанна описано. Самаэль там говорит, что видел людей на гипербореи. Я там привожу карту гипербореи, немного пишу об этом. В памяти удалось. В Тайной книге там просто некая оговорка такая. В ведических текстах есть конкретно протокол его пребывания. По крайней мере, нескольких пребываний. И он приезжал именно учиться, консультироваться со священными служителями, общаться на тему клонирования, на тему создания искусственных подконтрольных живых существ и так дальше. Ад-щетмах был чрезвычайно зловредный, не в меру жестокой и садистской просто нечистью. Просто вот... Я не знаю, зачем ему это нужно было. Тяжело как бы представить с разумной точки зрения. Это тоже какая-то глубинная психологическая глючность, поскольку с разумной точки зрения представить, зачем он настолько садистски издевался над живыми существами, как бы вообще непонятно. Понятно, что, например, некоторых врагов показательно как-то садистски убить, это имеет смысл, но в целях устрашения остальных врагов. Это вполне нормальная практика, которой во время многих войн часто пользовались. И если грамотно и умеренно ею пользовались, то достигали вполне нужного им результата. Дальше, если разрабатывать оружие массового поражения, то разумнее, наверное, как-то разрабатывать, чтобы оно поражало именно уже, а не приводило к неимоверным страданиям перед смертью. От Щетмах все его изобретения должны были сначала довести до просто невероятных страданий, только потом убить. У него вот на это был некий такой сдвиг. И именно по идее Марнаса Четмах решил засунуть в одну из грызященец, выбросить искру, которая там жила, срезать внешние тонкие тела с одного из вот таких вот паразитов местных на своей планете и всунуть его в грызященцы. Постепенно там тонкие тела заросли, и получилось, что и в биологическом плане, и инкарнационно так уже было всё устроено, что дальше они, размножаясь, приобретали такую же особенность. Таким путём получается и при жизни. Они жрут людей, откладывают свои личинки, и яйца, как бы ни называть, сути не меняют. И калечат людей, отравой плюются и так дальше. Там моча их очень сильно токсична. Ну, короче, зловредная... Вот сама грызященца, она сама очень зловредная тварь сама по себе, даже если она человека не достанет, а просто рядом ходить будет. От газов, испускаемых ей при дыхании, от газов, испускаемых ей после питания, от её мочи, а калок как такового они не выделяют. Они просто могут плеваться некими остриями. Это вот из тех отходов, которые у них есть, и которые они не могут трансформировать в новые зародыши, они превращали в некие острия, которыми они плевались. Тоже вот такой вечный пулемёт получается. Ну, правда, не настолько много, как пуль в пулемёте, но всё-таки много, до нескольких тысяч могли выпустить. И получается, даже когда эту заразу уничтожали, оставлялся её призрак в виде тоже тонкоматериальной твари, которая тоже шкодила. И часть из них, именно тонкоматериального характера, стали жить на земле. Их потом островийцы пытались приручить, бесполезно. Потом их пытались приручить жрецы Абраксуса. И жрецам Абраксуса это удалось. Кто такой Абраксус и вся с ним история? Кошко Сигелс. Ну, не совсем. Это в эллинистическом Средиземноморье был создан искусственный культ, и они хотели создать искусственное существо, которое бы им служило. И там много чего разрабатывалось под это существо. Ну, получается, там как? Там, получается, 3000 лет назад наги прилетели на землю. И они в Египте некоторое время пытались выдавать себя за богов и паразитиров. Но позднее их победили и оставили несколько штук, один из которых жил в быке. И быка использовали как оракула. То есть он, гад, который у него жил в черепе, понимал ситуацию намного лучше, чем человек. Но поскольку он был в быке, понимаешь, копытами на кнопке не понажимаешь. Речью быка совратить народ в каких-то своих политических целях тоже не получится. Поэтому жрецы, так, типа, мы тебя кормим, мы тебя держим, а ведь можем быка и потравить, мы можем быка и резать по кусочку. А ты же, зараза, всё равно выживешь. Другого посадим, заново его будем резать по кусочку. Поэтому лучше подсказывай. И жрец такой подходил и говорил, вот мы думаем построить так, так, так и так. Вот что скажешь, получится или не получится. И бык, условно говоря, копытом показывал сторону, получится или не получится. Ну и в меру того, как было ограничение бычья тела, он мог тоже давать некоторые подсказки. Так вот, когда персы вторглись в Египет, эту нечисть пришлось перевозить в Румынию. Ну а потом дальше история. Однако, там же он не один изначально был, их куча свалилась на землю. И большую часть из них убили, и остались их не призраки. У нас с их родной планетой нет канализации, как и нет с Эдемом. То есть, все их не мертвецы остаются у нас. Не реинкарнируются у них, а остаются у нас. А поскольку у нас наги не живут, им реинкарнироваться нет где. И жрецы решили использовать этих призраков при создании неких искусственных, могущественных существ, типа карманных богов, которые исполняли бы волю жрецов, контролировали бы народ и так дальше. Одной из таких нечисти был Абраксус. Им во главе с Абраксусом и в этой всей связке удалось как раз призраков-грызященец научить служить им, приручить фактически. И так они тоже остаются на земле, как одна из очень шкодливых форм тонкоматериальной жизни. Это вообще мощный коктейль. Ну хорошо их немного. И хорошо, что на тонком плане, поскольку они остались, они не могут плодиться. Обычная наша зараза, она может плодиться. Сколько их не осталось на том плане? Ну их пытались размножить, и алхимики пытались. И у некоторых получалось. Ну, понимаешь, если несколько добавилось, по сути дела это всё равно не то. Но сами призрак-грызященцы с призраком-грызященцы маленького призрачонка сделать не могут. Поскольку, в принципе, они классифицируются как призраки. Ну, если они попали на землю. Во-первых, нет. Во-первых, Четмах так их уже изначально устроил, чтобы они не шли на реинкарнацию. Это я за нагов сказал, что они не могут уйти на реинкарнацию. Ты же помнишь завязку тайной книги Иоанна? Почему Иисусу пришлось всем этим заниматься? Он с Адамом канализацию проводил с земли. Может, Трехлебово ты слушал, он тоже за это рассказывал. Адамиты на земле так грешили, что их непонятно было куда девать. В наше пекло их не брали, а на земле настолько грешным инкарнироваться уже не давали. И в некоторых слоях земли они просто уже мешали. Их кучи скоплялись, и они ни туда, ни сюда. Поэтому одна из задач Иисуса — это было проложение канализации с Адамом и другими планетами, заселёнными Адамитами. Каким образом он, я чувствую? Ну, он когда умер на время, он связался... Фактически он же как бы один из них в той жизни был. И он получил их права и возможности. Со своими силами, их правами и возможностями он проложил канализации нужные. Для того, чтобы их и в пекло как надо забирали, и чтобы они на Эдам могли путешествовать и на другие свои планеты. Это стало возможным, если он родился в их колене, израиль. Да. Но я сейчас говорю именно за инкарнационную часть. На тарелках они и раньше путешествовали. А вот через инкарнацию многие из них не могли с Земли уйти. И на Землю их боги не пускали. И как бы ни туда, ни сюда. Иисус это исправил. Естественно, среди грызященец даже воплотиться невозможно, поскольку нету их как бы вида на Земле. Да и планеты их нету, она уже разрушена. Поэтому грызященец тоже инкарнационный не убрал. Плюс Щедмах там изначально свои устанавливал разные ограничители на инкарнацию. А он... Это здесь я так... Понятно, понятно. В основном нам приходится находиться среди одичавшей живности. Самые распространенные, самые распространенные, это земные одичавшие. Самые злопакостные, это... И довели до такого состояния. А Самые, вот как предводитель ученый среди демонов, он вполне заслуживает уважения. Он очень достойный. И доказательством является то, что его на гипербореи не убивали, а учили. К примеру, если бы Яховка прилетела на гипербореи, это было бы что-то с чем-то. Его бы там на терках терли. И заново бы заставляли... Я не помню этого. А это в тайной книге Иоанна описано. Книгу я читал. Самые там говорит, что видел людей на гипербореи. Я там привожу карту гипербореи, немного пишу об этом. В памяти удалось. В тайной книге там просто некая оговорка такая. А в ведических текстах есть конкретно протокол его пребывания. По крайней мере, нескольких пребываний. И он приезжал именно учиться, консультироваться со священными служителями, общаться на тему клонирования, на тему создания искусственных подконтрольных живых существ и так дальше. Ад Щетмах был чрезвычайно зловредный, не в меру жестокой и садистской просто нечистью. Просто вот... Я не знаю, зачем ему это нужно было. Тяжело как бы представить с разумной точки зрения. Это тоже какая-то глубинная психологическая глючность. Поскольку с разумной точки зрения представить слово «крутое» это тоже кое-гадкое слово. Вот что оно означает? Надо было ему возвращать, вернее, идти по тому билету, что он ему давал пригласительную. Ну это да. А он решил, почувствовал себя крутым, наверное, захотел еще больше. Может быть, ему не понравилась должность того полосатого? Не генерала прислали за ним. Это уже я не знаю. До сих пор живут генералом? Не, уже как бы справились. Уже сравнивали. Да. Взял, повесил. Ну просто у них очень густо растет шерсть на шкуре. Это сильно отличает их на шкуру от шкур животных земли. У людей и у животных на земле не растет настолько густо мех. Допустим, у кота можно его огладить, и как бы шерсть идет, ну ложится вокруг тела. А можно взять, приподнять как бы шерсть, посмотреть, какой она длинный. Так вот, с полосатым чертом такого сделать нельзя. Настолько шерсти много, что шерсть не ложится. Она постоянно стоит, поскольку один волосок поддерживает другой волос. Густота шерсти очень сильная. Так описывали? Ну да. Ну, описывали. Есть даже описание, как нужно, если уж так пришлось что-то сделать, то как обрабатывать шкуру, чтобы она не загнилась. Ну и, соответственно, описание, каких животных можно кормить его мясом, как их нельзя и так дальше. Как раз хорошо. Можно перейти к длине волос, там, говоришь, пару минут. Ну да, да, да. Ну что, как бы, тоже тема длинная и, с другой стороны, простая. Нормальному человеку нужно сохранять, чтобы росли и здравствовали. Это позволяет человеку, да, и лучше чувствовать во всех. И лучше чувствовать, то есть и сверху энергии, как следует, поступают в тело. Именно энергии, способствующие божественным связам, также лучше всего поступают и работают. Но тут это можно сравнить, как, допустим, с интернетом. Длинные волосы — это сверхмощный интернет-соединение. Вот бывает дохлое интернет-соединение. Буквально, чтобы сайт открыть, нужно пару минут на этот интернет, над ним чахнуть, пока он сработает. И фильмы, и видео какие-то, они медленно грузятся. Это всё настолько... Пока что-то там сработает, можно... А бывает, когда сразу работает, как следует. И энергия излучается, принимается. Вот если длинные, ничем не попорченные волосы, то это как сверхскоростной интернет. А уже вопрос, соответственно, что человек этим сверхскоростным интернетом изучает веды или смотрит порно, или ещё что-нибудь, это уже вопрос не к волосам, как назовем. То есть вообще не обрезаются у Олевича волосы? Ну, вообще теоретически у нормальных. Снова, как бы сказать, что вообще не обрезались, да вообще было всё, что им только было и чего не было. И обрезались. И наоборот, были культы, где вообще брились. Специально есть целый ряд составов в древности созданных, которые можно колоть под кожу, чтобы в этих частях кожи не росли волосы. Оно уничтожает волосяные луковицы. Но и пока организм отрегенерирует, проходит время. Были культы, где вы стригали, допустим, сбривали по бокам, оставляли сверху. Были версии, где сбривали сверху, оставляли по бокам. Версий этих настолько много реально, что сказать, что чего-то не было, я просто не могу. В современном мире тебя, человек, я чувствовал. Теоретически, снова, это как, допустим, с отпиливанием ног, отпиливанием конечностей. Ну, теоретически лучше не отпиливать. Понятно, что, не знаю, может быть, там какие-то люди, если им нужна не рука, а какой-то универсальный, там, чтобы там была и пилка, и отвёртка, и всё это самое. Например, может, некоторые сантехники, или какие-нибудь такие рабочие, и не против были бы, чтобы им отняли руку, но зато приделали универсальную какую-то такую штуку. Вследствие гангрены людям часто отпиливают конечности. И, конечно, чем померить от гангрены, хоть её можно и другим путем брать, но лучше всё-таки отпилить. Есть всякие разные грани этого дела, но теоретически для нормального человека, который, с одной стороны, хочет развиваться, а с другой стороны, не экспериментируют какими-то непонятными способами, то, естественно, лучше вообще не обрезать никак. Даже посечённые концы не обрезать, ничего не обрезать вообще и никак. А для человека, у которого есть дети, также желательно вставлять бороду. Ну иначе это боги могут потом на посмертном суде классифицировать как одна из граней небрежного отношения к детям. Ну, хоть учитывая нынешние параметры, тоже с бородой не всё так просто, поскольку, чтобы активировать бороду, нужно проводить ряд практик, и в частности нужно проводить ряд практик совместно с теми детьми, на которых она будет распространяться потом. Ну, энергия с ней. И, например, если у человека есть дети, но они тупые, и они не пойдут на этот обряд добровольно, то можно эту отмазку потом перед богами использовать. Типа, я бы и не против, но у них мозгов не хватило. Потому что вот чисто, если вот так теоретически, то могут представить претензию, что они росли бы с отцовской энергией и, соответственно, теряли часть потенциально доступной для них божественной энергии. Ну и вплоть до того, что на отца могут как бы переложить часть грехов его сына или дочери, объяснив это тем, что если бы сын или дочь получили все надлежащие энергии, может быть, не стали бы такими хрюшками, какими они стали. Ну, можно как бы вот этот вариант, что они отказались, или они не понимали, или как-то так. Ну, вообще, если разбираться, то химическая структура волоса, она как раз предрасполагает к поглощению и накоплению определенных энергий. Это есть и у животных в рудиментарном виде, но у животных это в основном для согревания предназначено тело. У человека это для сбора более тонких и более редких, более редко встречающихся энергий, предназначенных, вернее, потенциально, которых можно использовать для развития мозга. Черцы, которые служат псоглаву, они не могут забрать грозящие, поскольку у них как раз полностью разная материальность. у чертей и призраков-грызящиеся. Поэтому черцы псоглава, которые занимаются мертвяками, просто, ну, как воздух, как воздух, никак рукой не схватить. А это даже не то, что воздух, как призраков схватить, да никак. Вот так и для чертей призраков-грызящиеся никак не схватить. Ну, это, кстати, тоже одна из идей, которая, я думаю, что если будет у меня качественный ученик, который будет это дело изучать, в качестве, так сказать, практической работы, я дам задание селекционировать чертей, которые смогут убрать грозящие из земли, поскольку как-то всё-таки лучше. Ну, лучше, на всякий случай. А что, есть те, которые не в секте Абраксуса сидят? Ну, свободные. Так, секты Абраксуса уже, как бы, не совсем есть. Ну, и, конечно же, не все поддались, только часть некоторая. Да, и на службе у Абраксуса это совершенно не некая нейтрализация. Да, они служат Абраксусу, но на службе Абраксуса они могут приходить и шкодить людям. Поэтому они остаются опасными. И всё равно лучше их убрать куда-нибудь. Их на нахождение на земле опасно. Вдруг что-нибудь случится такое непонятное, и они смогут в какой-нибудь органический вид заселиться, и могут возникнуть новые грозященцы. А тем более, благодаря Ридли Скотту создана информационная для них очень мощная подпитка фильмами о чужих. То есть, может быть, потихоньку материализация этих образов? Ну да. Ведь фильмы о чужих – одни из самых популярных фильмов, которые сейчас есть. Вот новая часть недавно вышла. Он ещё угрожает, что ещё три части выйдут. А люди фанатевят ещё и от самого первого фильма о чужих. Грегориально, грозященец кормят очень хорошо. Остаётся, чтобы случилась какая-то непонятность. Ну, типа, какая-нибудь из тонкоматериальных планет или опять стукнется об землю, или опять поляльный, по крайней мере, пройдёт вспышка на солнце, взрыв пульсара. То есть, много чего может случиться во Вселенной, что так или иначе может даже впечатать грозященцу какую-нибудь собаку или кошку, или ещё кого-нибудь. Ну, и начнётся дальнейшее развитие этих существ не в ту сторону. Поэтому, несмотря на то, что «Чужие» из фильмов Ридли Скотта – это некая такая упрощённая, милашная версия грозященец, я не хочу, чтобы даже такая версия на Земле заводилась. И так куча заразы водится. Куда ещё? Так вот, в «Тайной книге Иоанна» описывается, что Гегова породил кучу разнообразных тварей злопакостных. Это там в одной из первых глав описано. Есть память об этом? Да, это вот лилит, которая была, да? Лилит-лилит. А там ещё есть отдельный абзац про тонкоматериальных тварей. Ну, вот у нас есть, допустим, одиннадцать. «И дальше сказал мне Господь». И ещё повелел Сатанаил планете, чтобы она явила животных, едящих плоть и кровь. А морям повелел, чтобы явили они рыб, плоть поедающих и птиц небесных падалью питающихся. Для того повелел он этот, чтобы поедали они всё живое, явленное небесным Отцом. «И дальше сказал мне Господь». Ну, это понятно, что Иоанн говорит о том, что ему сказал Иисус. Сатанаил, ну, ты же помнишь, что это местное название Еговы, которое используется в данной версии Тайной книги Иоанна. Ну, то есть, по сути дела, имеется в виду Егова. Ну, и дальше указано, что вот они творили паразитов для того, чтобы шкодить живым существам, которых создал, как здесь сказано, Небесный Отец. В терминологии, используемой в Тайной книге Иоанна, «Небесный Отец» имеется в виду Всевышний. То есть, на Эдоме было создано куча разной заразы, о чём мы с Райаном Правеславом многократно говорили, о чём есть отчасти тот, о чём есть книги Эноха, о чём есть ещё в некоторых других текстах по еврейской демонологии, мифологии и так дальше. Поедающих плоти кровь, животных, морских рыбок. Короче, всякой заразы, покусаче и побольше. Натворил еговка, а точнее его подручные по его приказам. То есть, те, что сейчас на Земле животные, поедающие? Ну, не все. Некоторые это тоже одичавшие, некоторые в неправильном состоянии. Тут есть много чего. Однако, вот я говорю за сам принцип, что там он творил паразитов. Там он творил вот как раз ту заразу, которую дальше хотел разбрасывать по галактике, и чтобы они портили экосистемы. Вот, наверное, пример пауки. Они уничтожили наших аналогов пауков, заселились здесь. И теперь каждый из пауков — это такая страшная форма жизни, куда если живое существо попадает, пока его человек не убьёт, он там будет сидеть. Представляешь, насколько это ужасно? Например, какой-нибудь шкаф в библиотеке или где-нибудь, который может десятилетиями не отодвигаться, а где-нибудь там в дикой природе. То есть, получается, можно миллиарды раз, ну, может, не миллиарды, но миллионы раз прожить пауком, пока наконец-то придёт какой-нибудь человек. Если ещё этот человек будет наученный христианами, он скажет, нет, паучок, я тебя не убью, я тебя отпущу. Стоп, я не понял. Значит, паучок в его форму жизни может попасть живое существо. Смотри, на земле есть крабы. И изначально у нас не было пауков, вот этих, которые сейчас пауки. У нас были некоторые аналоги крабов, только лазающих по суше. Скажем так, сухопутные крабы разных размеров, без паутины. Паутину они не плели. Они не были ядовитыми, но как бы и хорошими нельзя сказать, что были. Живность. Да, наши, земная. Его привёз пауков. Пауки уничтожили наш аналог и заняли его экологическую нишу. Инкарнационно, вернее, как бы с точки зрения кармическо-инкарнационных процессов, пауки так сконструированы, что если один раз уже живое существо воплотилось в пауке, пока этого паука не убьёт человек, никуда живое существо дальше не уйдёт. То есть такой инкарнационный принцип был. Инкарнационная ловушка. Представь, сколько есть места в природе, где может паук жить вообще миллионы лет и не будучи незамеченным, нетронутым человеком. А дальше ещё берём социальную, христианскую диверсию, когда они людям говорят, а вы не убивайте пауков, отпускайте. То есть это, представляешь, какой ужас. Вот, ведь человек уже, вот освобождение, вот, и человек его отпускает. Да он, если бы имел сознание, он бы проклял того человека всеми возможными прокляциями. Ну, и если бы ещё человек знал о том, как это всё работает, то он бы заслуживал этого прокляции. Ну, представляешь, миллионы...